Добрый день! Сегодня мы с вами ознакомимся с дисциплиной архитектуры комплектовых сетей. И лекция первого нашего сегодня, так и называется, «Основа построения компьютерных сетей». План лекции – вкратце об истории развития, далее примеры оборудования на сегодняшний день используемые, затем взаимодействие компьютеров с сетей, сетевое оборудование, классификация и среда передачи информации. Если говорить вкратце об истории, то можно сказать, что в сороковых годах уже появились первые вычислительные системы. Но они были выполнены на ламповых элементах, поэтому, конечно, развитие особого не получило. И из появления полупроводниковой техники каразистов уже в 50-х годах, развитие получило более такой быстрый темп. В результате мы уже в 50-х годы получили возможность именно иметь дело с компьютерными сетями. На данном слайде показаны виды оборудования, которые на сегодняшний день используются достаточно широко. К ним относятся и беспроводные гигабайтные маршрутизаторы. Сюда можно отнести коммутаторы с различным количеством портов. Это также сетевые адаптеры, которые необходимы для подключения персональных компьютеров в внешнем устройстве. Ну и, конечно же, беспроводные роутеры, которые работают на радиоволах, тем самым обеспечивая передачу данных на достаточно большое расстояние без применения проводов. Также можно сюда отнести IP-телефонию, так как на сегодняшний день мы знаем, что телефон выполняет руль не только непосредственно связи между оппонентами, но и позволяет объединить в локальную сеть эндоколичных потребителей. И ряд внешних устройств не можно отнести видеокамерик, не можно отнести всевозможные датчики, которые также входят в понятие компьютерной сети. Следующий случай. Здесь мы можем более четко дать понятие компьютерной сети. То есть это группа компьютеров, а также дополнительных устройств объединенных в единую сеть. Цель в данном случае сводится к тому, чтобы более эффективно использовать оборудование. Ну, взять, к примеру, стандартный класс компьютерный, либо небольшой отдел, где находится энное количество пользователей, ну, скажем так, 8-9 персональных компьютеров. И при этом мы имеем возможность, допустим, использовать один-два многофункциональных устройств. Соединив эти все компьютеры в локальную сеть, мы можем использовать общие устройства, в данном случае принтеры, для того, чтобы распечатать ту или инкументацию, тем самым повышая эффективность работы с ней сети. Следующий случай. Теперь надо четко определить, если брать компьютерные сети, здесь есть два большого класса. Это железо, так называемое аппаратное средство, и второй класс – это софт, то есть программное обеспечение. К аппаратным средствам, как мы видим на слайде, мы относим сами персональные компьютеры, и мы относим такие устройства, как маршрутизаторы, хабы, сюда относятся точки доступа, сетевые адаптеры, и, конечно же, камеры, которые обеспечиваются этим именем. К программным средствам, так называемым софт, мы относим это к программным обеспечения и всевозможных сетевых выложений. Значит, в качестве активного оборудования мы, как я уже сказал, относим те устройства, которые обладают свойством принимать себя, обрабатывать его, а также усиливать для дальнейшей передачи. Поэтому сюда мы относим, как ранее сказано, сами компьютеры, сюда относятся маршрутизаторы, сюда относятся коммутаторы. И вторая категория – это пассивное оборудование. То есть то оборудование, которое не имеет свойств усиления, оно необходимо только лишь для соединения. Это, естественно, кабели, это розетки, коннекторы, патч-панели. Это все является пассивным оборудованием. Следующий слайд. И вот здесь показаны примеры, допустим, сетевой адаптер. Что он с себя представляет? Вот здесь на слайде показан сетевой адаптер. Его задача – это соединение персонального компьютера с периферийным устройством. Ну, в частности, допустим, когда мы подключаем тот же интернет-кабель с помощью сетевого адаптера. В чем его особенность? В том, что сетевой адаптер, он имеет определенный MAC-адрес. Что значит MAC-адрес? Это значит, мы можем пересылать информацию строго по назначению. В противном случае информация расходилась бы по всей сети, тем самым замедлялся бы процесс обмена информацией. Вот представьте, что несколько абонентов одновременно пересылают информацию. И непонятно куда. Поэтому здесь создается такая ситуация, вот так называемый коллапс, когда информации очень много, эффективность низкая. Поэтому сетевые адаптеры, они позволяют строго разграничить маршрут проходения информации. Медиаконвентер. Ну, само слово «конвентер» означает преобразование, да, то есть из одной величины в другую, из одного стандарта в другую. Медиаконвентер тем самым позволяет соединять различные физические устройства, пересылать информацию и преобразовывать ее из одного вида в другую. Следующее слово. Далее, следующим устройством является повторитель или репитер, как его называют. Как я уже сказал, повторитель, то есть репитер, он позволяет получить информацию от одного источника и обработать ее тем самым, используя чисто для себя. Но так как эта информация необходима для дальнейшей пересылки, репитер позволяет усилить этот сигнал и дальше передать к следующему абоненту. Когда речь идет о нескольких репитерах, собранных в одну конструкцию, здесь появляется понятие как концентратор или хаб. То есть концентратор или хаб – это репитер с n-ным количеством входов, соединяющий n-ное количество абонентов. Следующее слово. Мост – это устройство, которое в данном случае мы видим на слайде. У нас два порта, два сегмента, то есть два абонента. Они соединены с помощью моста и по определенному марк-адресу. Тем самым происходит изоляция внешних устройств других. Что это нам дает? Это дает опять повышать эффективность, повышать помеху в свой через передачу сигнала. Поэтому мосты используются долго или час при соединении потребителя. Следующий слайд. Коммутатор или свитч, как мы еще называем его. Это тот же самый мост, но с определенным количеством портов. В данном случае это может быть 8, может быть 16 портов. Как показано на этом слайде, мы видим, что с помощью коммутатора мы соединяем нескольких компьютеров. И устанавливаем точно, согласно MAC-адресу, устанавливаем соединение между этими компьютерами. Следующий слайд. Далее, понятие маршрутизатора. Ну, так как развитие техники, оно всегда условлено какими-то потребностями, появилось необходимость соединения большого количества потребителей. Это вызывает в свою очередь возникновение ситуации, когда информации очень много, каналов передачи мало, и идет замедление процесса передачи. Так вот, в данном случае маршрутизатор – это одно из устройств, которое позволяет передавать информацию беспроводным способом, то есть действие необходимости, используя какие-то кабели. Это идет передача на радиоулу. То есть, есть, так называемый, передатчик, есть, так называемый, приемник, они работают на определенной частоте, тем самым мы, не используя проводную связь, можем раздавать информацию к достаточно большому количеству потребителей. Да, здесь есть другая проблема, что с увеличением количества потребителей замедляется процесс передачи и ограничивается объем передачи. В целом, маршрутизатор, конечно, является довольно удобным устройством, ну, хотя имеет ряд недостатков, о которых мы скажем позже. Также здесь есть понятие «шлюз», то есть шлюз, он позволяет нам не только передавать информацию, но и разграничить между собой потребителей. Следующий слайд. Здесь вот показано в совокупности названное, перечисленное новое оборудование. Мы видим здесь коммутаторы, причем они делятся по уровню коммутатора первого уровня, второго уровня, неуправляемые коммутаторы. Понятное дело, что при создании компьютерных сетей каждый из этих видов коммутации имеет право на жизнь и в зависимости от ценовой, может быть, политики, в зависимости от возможностей заказчика, можем использовать различные виды коммутации. Следующий слайд. Что касается пассивного оборудования, мы назвали это оборудование, которое позволяет соединять между собой оппонента, но не обладает свойственным усилением. И к ним можно отместить кабели, патч-порт, розетки, коннекторы, коммутационные панели. Здесь на слайде они показывают. Дальше. Следующий слайд. Теперь такой вопрос. При построении компьютерных сетей мы должны четко понимать, на какую, скажем, амбитурию и каких масштабов строится компьютерная сеть. Поэтому, когда мы говорим о классификации, мы должны четко сказать, что есть понятие по территории покрытия, к ним мы относим это глобальные сети, локальные сети и городские сети. Понятно, что городские сети, они предназначены для охвата определенного района. Локальная сеть, она чистая. Допустим, ну, взять это дело компьютерного голоса. Вот, непосредственно локальной сети. Глобальная сеть, это уже так называемая всеверная сеть, интернет, она покрывает, скажем так, 200 землевых шагов. Вторая классификация, это по типу среды передачи информации. Есть проводные сети и есть беспроводные сети. Далее надо отвечать по типу сетевой топологии, то есть как между собой связаны оппоненты, как называют персональные компьютеры. Здесь можно отметить виды такие, например, как топология шина, топология звезда и топология кольцо. Каждый из этих видов топологии имеет свои плюсы и минусы, о которых мы скажем с вами позже. Также классификацию мы должны отметить по способу коммутации, то есть пакетная коммутация, либо коммутация каналов. Скорость передачи мы можем отметить три, либо это низкоскоростные, среднюю скорость и высокой скоростью. И по распределению ролей между компьютерами есть одноранговые сети и сети клиент-серверные. Одноранговые сети, вытер сетя все компьютеры между собой равны. Нет понятия главного компьютера. Сетя клиент-сервера обязательно один компьютер выполняет его с сервера, то есть основной компьютер, который как управляет этой сети, так и распределяет всю информацию между потребителями. Следующая сторона. Ну, только что было сказано, да, есть понятия глобальная сеть, локальная сеть, городская сеть. Это мы уже говорили. Следующая сторона. Так, и вот по понятию среда передачи информации. То есть под средой передачи информации подразумевается пробок, кабель, по которому и идет информация по одному компьютеру, допустим, и другому. Здесь мы можем отметить несколько видов. Это карсиальный кабель. Вот показывал здесь. Хотя я бы хотел сказать, что до этого существовал еще один вид кабеля. Это обычный стандартный телефонный кабель. Он использовался на первых этапах появления интернета, когда можно было использовать кабель телефонный. То есть у вас есть квартира-телефон, ему подключался модель, и тем самым мы получали интернет. Но на данный момент это связь практически не используется, кроме отдаленных наилов. Поэтому на сегодняшний мы говорим о коаксиальном кабеле. Он имеет центральную жилу и имеет вторую жилу в виде ослепки. Он используется для соединения компьютерных сетей, имеет свои плюсы и минусы, о которых можно сказать позже. Второй вид это витая пара, как мы видим вот здесь, вот указано. Четыре пара провода, медного провода, который успечивает передачу сигнала. То есть данный вид уже используется для системы. много абонентных систем, вокальных, домашних, офисных сетей. И самое, конечно, на сегодняшний день широко используем вид, это волоконо-оптический кабель. Он позволяет передавать большую объемную информацию, позволяет подключать достаточно большое количество абонентов. И, что хорошо, он защищен от внешних помех. Тем самым помеха защищена судьбой максимально. Ну, конечно, есть у него и свои недостатки. Один из недостатков то, что сама структура это стекло, оно очень хрупкое и при неправильной прокладке кабеля конечно, он очень быстро повреждается. Следующий слой. Здесь показан, как сядет кабель в его разновидности. Ну, и об этом я, наверное, поговорю с вами позже. Следующий слой. Кабель, витая паром, сказали, вот здесь показан один вариант. И на следующем слой мы видим, что он состоит измеренных проводников. Специально применяется разноцветная маркировка, чтобы можно было правильно определить начало и конец этого камня. Следующий слой. И вот здесь показан тот же самый кабель, но уже экранированный. Вот это вот экран фольга. Для чего используется экран фольга? Для того, чтобы обеспечить защиту внешних помех. Следующий слой. слой. И, как мы уже говорили, вот подолокновый кабель. Как мы видим, вот здесь стеклянное или пластиковое болотно. Обязательно здесь используется несущий трос. Вот он как раз придает жесткий кабель. Как я уже сказал, его нельзя гнуть. Определенную радиус должен использоваться при загибании. И вот несущий трос он придает как раз жесткому кабелю. Следующий слой. здесь показывает одно, но по порядку. Несущий трос. Ну и хотел бы привести список литературы рекомендуемой, где вы можете эту информацию получить более подробно, так как сами понимаете, на сегодняшний день очень много изменений технических каких-то совершенств. Поэтому в данном перечине литературы вы можете найти более подробную информацию. Валерий Заним.